Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Глава Республики Рашид Тимрезов в ходе прямой линии сообщил о том, что оригинальная профессионально-футбольная команда «Нарт» будет создана. Остались все юридические формальности. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы представители нашей республики играли за нашу национальную сборную. При этом хотелось бы, чтобы наша национальная сборная играла на высоком уровне. Я к футболу, как мне кажется, такое непосредственное отношение имею. Очень увлекаюсь, люблю. Смотрю также чемпионат мира по футболу. Я на открытии нашего центрального стадиона «Нарт» в сентябре месяце объявил о том, что с 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Сегодня министерством спорта, правительством подготовлены все необходимые документы, запросы на лицензирование. И у нас задача, которую я озвучил, ее никто не отменяет. С 2023 года футбольный клуб «Нарт» вернется в профессиональный футбол. В правительстве Карачао-Черкесии произошли новые назначения. Указом главы региона, исполняющим обязанности министра экономического развития республики, назначен Артур Язао, ранее возглавлявший Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». До него должность министра экономического развития занимала Лина Кохов. Исполняющим обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачао-Черкесии стал Мурат Гапов, который ранее был заместителем министра экономического развития. Кроме того, исполняющим обязанности первого заместителя, руководителя администрации, главы и правительства республики назначен Марат Хубив, а занимавший эту должность Ахмат Семенов возглавил администрацию Прикубанского муниципального района. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в республике остался высоким. По итогам прошлой недели эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 35%. За неделю было зарегистрировано 2626 случаев заболевания ОРВИ. Положительная динамика прироста отмечена во всех возрастных группах населения, кроме детей 3-6 лет. А наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения от 15 лет и старше. В ходе мониторинга циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций лабораторно выделены 9 штаммов вируса гриппа различных групп, в том числе АН1Н1 – это свиной грипп. Всего в текущем эпидемиозоне за последние недели выделено 24 вируса гриппа АН1Н1. Все лабораторно подтвержденные случаи заболевания произошли среди непривитых граждан. Врачи напоминают, что при острых респираторных вирусных инфекциях негриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния, повышение температуры тела в отдельных случаях до 40,5 градусов, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 сутки заболевания, а выздоровление на 8-10 день. В начале следующего года новое жилье получат жильцы дома номер 5 по улице Гутякулова-Черекеска, сейсмое усиление которого признано экономически нецелесообразным. С просьбой улучшить жилищные условия обратилась к главе Карачао-Черекесии, жительница республиканского центра в ходе прямой линии. Комфортные квартиры жильцам этого дома будут предоставлены в северном микрорайоне города. На сегодня готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы-62 в собственности республиканской столицы. После завершения этой процедуры в первом квартале следующего года начнут расселять жильцов. В рамках второго этапа в следующем году также планируется переселение домов по Октябрьской 3 и Гутякулова-7. Кроме того, многоквартирный дом по Гутякулова-9 включен в акт анализа и обследования домов, подлежащих переселению. После заключения официальной экспертизы и признания дома сейсма неустойчивым, он войдет в перечень домов, подлежащих переселению. Ранее по программе переселения домов, сейсма усиление которых признано нецелесообразным, новые квартиры в первом 16-этажном доме по улице Свободы получили жильцы семи многоквартирных домов Черкеска. В столице Карачао-Черекесии восстановят придомовую территорию на улице Калантеевского, поврежденную во время реконструкции детской школы искусств. С такой просьбой на прямую линию с главой Карачао-Черекесии Рашидом Тимрецовым обратилась жительница республиканского центра. В мэрии Черкеска сообщили, что работы по восстановлению проведут до конца года. Информацию комментирует начальник отдела капитального строительства мэрии города Равиль Тикеев. В рамках восстановления мэрии города Черкеска планируется устройство тротуара шириной 2 метра, а также планировка территории путем завоза чернозема. В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году ведется строительство первой очереди группового водоснабжения в таких населенных пунктах, как Жаку, Алибердуковский, Хабезль, Бурган, Инжичукун, Зиюка, Кошхабль, Малый Зеленчук, Козыл-Юрт, Псаучедахи, Бавука, Новохумаринский, Абазакт, Иконхалк и Адыгехабль. В целях комплексного решения проблем с качеством подаваемой воды населению республики проектом предусмотрено устройство водозаборного сооружения из водохранилища на реке Аксаут, строительство станции обеззараживания и осветления воды, насосных станций, а также накопительных резервуаров. В федеральные органы исполнительной власти подана заявка на строительство второго этапа объекта, состоящего из сооружений для разрыва водяного столба и прокладки самотечной водопроводной линии протяженностью 96 км с подключением к существующим водопроводным сетям в населенных пунктах. Строительство данного объекта позволит обеспечить качественным, отвечающим всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и бесперебойным водоснабжением порядка 39 400 человек в 15 населенных пунктах региона. Как мы уже сообщали, в Карачао-Чикесе отказались от массовых гуляний и праздничных концертов на Новый год. Запланированные утренники, елки и спектакли для ребят пройдут по плану. В местах массового скопления детей на каникулах будут усилены меры безопасности и охрана общественного порядка. Для этого налажено взаимодействие органов власти, полиции и МЧС. Отметим, что подобные решения приняли также в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ставрополье и Северной Осетии Алании. Начало новогодних утренников и представлений уже совсем скоро, а впереди еще каникулы. И в наших силах сделать их безопасными. Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами при украшении своих домов, квартир и так далее, следует в первую очередь обращать внимание на соблюдение техники безопасности. Тему продолжит заместитель начальника отдела административной практики и дознание управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачао-Чикесе Гульнара Аджикова. Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения. Эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании, с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стены потолков. Оформление иллюминации елки должно проводиться только опытными электриками. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей их и устранения. В средней общеобразовательной школе села Чапаевского завершился капитальный ремонт спортивного зала в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования, направленного на обновление материально-технической базы сельских школ для занятий физической культурой и спортом. Информацию комментирует директор образовательного учреждения Ачемез Малсугенов. Выражаю огромную благодарность главе нашей республики Тимрезову Рашиду Борисовичу и министру образования Инне Владимировне Кравченко за щедрый подарок, который они преподнесли нашим учащицам. Большой спортивный зал нашей школы капитально отремонтирован. Новая система отопления, раздевалки, душевые, санузлы, бойлерные, помещение для тенниса. Все это очень и очень качественно сделано и обновлено. Огромное спасибо вам, Инна Владимировна, за то, что взяли под личный контроль сообщество строительства и ремонта работ, и благодаря этому все сделано очень красиво. Делегация Карачао-Чехеси приняла участие в первом съезде российского движения детей и молодежи, который прошел в Московском Манеже. В мероприятии приняли участие представители всех 89 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Из каждого региона по 16 делегатов. Участники съезда определили направление работы организации, планы и цели. Основными в работе движения станут 12 разных тематических направлений. Среди них образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология и здоровый образ жизни. Дискуссионные площадки по этим направлениям работали одновременно. Так, лекторий учись и познавая посвященный науке и образованию был посвящен просветительским программам движения. Делегаты излагали свои пожелания и рассказывали о проектах, которые хотели бы видеть. Чаще других звучали предложения о создании центров по профориентации, учете участия в движении при поступлении в вузы и создании видеороликов или каналов в соцсетях. На базе Карача-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева заработал проект «Студенческая студия радио и подкастов». Автор проекта стал обладателем гранта конкурса «Росмолодежи» и на полученные средства оборудует современную студию. Рассказывает автор проекта Аслан Гирюгов. Уже прошло несколько встреч со студентами. Хотим создать такую площадку, чтобы они проходили практику, возможно, собрали какое-то портфолио для трудоустройства, и чтобы в нашей республике и на базе нашего университета развивалась радиожурналистика. В селе Дружба проходит межрегиональный турнир по боксу памяти бывшего главы администрации Прикубанского района Хусейна Казиева. В состязаниях принимают участие более 150 ребят из 8 регионов России. В течение пяти дней на турнире разыграют медали и в четырех возрастных категориях. На торжественном открытии состязаний побывал премьер-министр Карачаи-Черкесии Мурат Аргунов. Вспоминая Хусейна Магомедовича, Аргунов отметил, что он был умелым руководителем, человеком неравнодушным к проблемам и заботам земляков, любящим родную республику и настоящим патриотам страны. Безусловно, он внес большой вклад в развитие не только Прикубанского района, но и всей Карачаи-Черкесии. Под его руководством территория активно развивалась и благоустраивалась. Строились школы, дома культуры, детские сады и спорткомплексы, сказал председатель правительства. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветрь юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3. Утром местами на дорогах республики Гололедица и снежный накат. В горах выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 2. И утром на дорогах города Гололедица. Таковы некоторые события республики. Новостной блок провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!